У меня Асия умеет танцевать. Алло? Носом будешь? Асия один год и 10 месяцев. Она танцует, играет, смеется и делает всё, что положено ребёнку в её возрасте. По девочке и не скажешь, что у неё неизлечимое генетическое заболевание. У Асии муковисцидоз – болезнь, которая поражает внутренние органы, начиная с лёгких. Болезнь нельзя вылечить, но продлить жизнь и её качество можно, правда, импортными лекарствами, которые перестали поставлять в Россию. Вместо импортного препарата пациентам дают дженерики – аналоги с непроверенными свойствами и побочными эффектами, говорят родители. Поэтому часто приходится выкручиваться за свой счёт. Что связано с муковисцидозом, всё дорого, здесь нет абсолютно ничего дешёвого. Все препараты оригинальные, они стоят колоссальных денег. Самый, наверное, дешёвый – это препарат Крион, ферменты. Но из-за объёма, то есть многим детям приходится по 2 баночки, то есть по 40 таблеток в день выпивать. То есть, кстати, какая нагрузка на месяц, даже при цене его 400 рублей. Если не лечиться, то к 16 годам дети чаще всего уходят. Иногда раньше, многие раньше. Лайма признаётся, ей с врачами повезло. Всегда всё подскажут и помогут. А вот Светлана, чья дочь живёт с муковисцидозом уже 7 лет, последние 2 года не выходит из зала суда. По её мнению, врачи некачественно выполняют свои обязанности. Сокращают лечение, недоставляют необходимое калорийное питание для поддержания здоровья. Весь этот период судебный поликлиника что делает? Она всячески вставляет палки в колёса и вредит мне, в частности, ну, соответственно, ребёнку. То есть, вместо того, чтобы обеспечивать ребёнка питанием, она какие-то препоны чинит, то нету в перечне, хотя он есть в перечне препарат. То есть, ну, такие вот отговорки какие-то придумывают, которые... По словам Министерства здравоохранения, никаких перебоев и нехватки лекарств и оборудования у них нет. Да и в целом наш край обеспечен всем, не хуже, чем наша столица. Сейчас в крае около 70 человек, у которых диагностировали муковисцидоз. И, несмотря на всё, мамы, которые столкнулись с неизлечимым генетическим заболеванием у своих детей, переживают, что жизнь их родного человека может оборваться в раннем возрасте из-за импортозамещения. И если в США учёные научились делать генокорректоры и продлевать жизнь неизлечимо больных до 60 лет, то наши дети не доживают до 30. По мнению специалистов, это связано с тем, что за рубежом бороться с болезнью стали раньше на 20 лет. У компании, у производителей этих лекарств нет уверенности, что они выйдут на российский рынок. И это лекарство будет закупаться без проблем, без перебойной и так далее. И поэтому они не очень охотно выходят на наш российский рынок. То есть это связано больше с их политикой, чем с политикой нашего государства? Наверное, здесь обоюдные причины. Потому что нет возможности, видимо, закупать. Но как бы наше государство денег не даёт на обеспечение данным лекарством. К слову, вопрос о льготном обеспечении импортных лекарств поднимался депутатами законодательного собрания. По результатам круглого стола Минздраву рекомендовано отслеживать все последствия после приёма отечественных препаратов и рассмотреть вопрос об упрощении процедуры назначения лекарств. Но несмотря на это, родители намерены выходить на митинги и собирать круглые столы, чтобы тема с лекарственным обеспечением не утихла. Анна Кузьмина, Александр Тропин, Николай Чистяков. Новости ТВК.